Так, поехали снизу. Нужно ли обрезать привитый саженец, даже если он растет на постоянном месте? Нет. Вот он, привитый саженец, он к саженцу рознь. Каждый привитый саженец, уважаемый Евгений, он, если уже, даже дерево выращено из семечки, не повторяется. Их миллиарды и все разные. Вот даже помните, вот эти, подряд, что там два саженца, вы заметили, что они разные? Я работал, вам объяснял на примере того, где листья, то есть не листья, а веточки как бы нестандартные. А их было два фотографии, вот только вот, вот сейчас, только несколько минут назад смотрели, любовались, да? Уже разные. А привитый, еще более разница, потому что каждый привитый саженец, это бывшая почка, предназначенная вырасти за всю жизнь несколько метров, может дать в свою очередь тоже ветки. То есть почка должна превратиться не в дерево до прививки, а должна была превратиться в ветку, а на ней еще несколько веток, а те несколько веток еще могли дать ветки. Но она могла изначально предназначена быть ролью вырасти метр, а на ней полметровая, а на тех уже 20 сантиметровая, а на тех уже 5 сантиметровая, и все, рост закончен, в принципе. А мы выпрямили, и когда выпрямили, ой, ужас, она же нестандартная, она же, тут ветки торчат в одну сторону, длиннее в другую, короче, третья вообще сторона лысая. Вы замечали на этих самых, вы когда выбираете елки, что вы замечали? Вам нужна елка пропорциональными ветками. А вы помните, сколько из них веток, которые кривые, горбатые? Их в последнюю очередь берут, или они дешевле. Как бы лысовато одна сторона, а другая нет. Это елки-то из семечки выросли. А что, говорит, привитые? И вот тут стоите вы, возьми, и думаю, господи, а я как раз, у меня эта тема была на сегодня, но не дошло, времени не хватило. Сильно долго я этих шашкой махал. Вот, еще об этом поговорим. Но, в принципе, обрезку мы с вами проходили. Значит, он растет на постоянном месте, вы его привили. Теперь смотрим, где вы живете. Вот как это, минус 50. Отчикнули верхнюю половину, то есть от центрального проводника половину, не жалея, и он у вас будет растелаться понад землей. А у вас на улице минус 50. Без этой обрезки, без укорачивающей, чтобы он растерился понад снегом, где-то под снегом, где-то над снегом, но все-таки понад, ширь, не вверх, а вширь, вам без этой обрезки не обойтись. Если, минус 50. А если, почему мы говорим, вишня степная, а почему она кустарником растет? Да она изначально, вот вишни, они везде расползались, где-то это мощное дерево, потому что там было потише, там, да, это, надо было до воды достать. Там прекрасно были какие-то условия для того, чтобы она росла мощной кроной. А где-то сильный ветер, а она или прижмется к земле, то есть все, что выше или отмерзает, отмерзает поколение за поколением, превращается в куст. Вот, так. И становится, вишня под названием степная. Степная. То есть смотрим, где вместе с защищенным, она мощное дерево, а в степи она растет, но прижимается к земле. И эту разновидность назвали степной. Вот, поэтому, если вы посадили привитый саженец, а у вас вместо ветреное, опять берем секатор, отрезаем центральный проводник, и наша песня хороша, поняли? А если все в порядке? Да нехай себе растет. Помните, я показал, я стоил, взял кочень, мостя крупного этого, жигуевского дерева. Чего его было обрезать? Растет себе, растет, никому не мешает. Сало, как сало. Чего пробовать? Так и тут. Так, добрый вечер, добрый вечер. Сопрона, можете... Ух ты, Антон, лучший мой ученик. Можете инициировать сорт черенки, ваш ярлык не сохранился. Ух ты, ё-моё, это же тот самый... Эх, я бы вам на следующем показал. Это тот, который мы условно называем golden delicious. Как вы умудритесь вырастить это чудо? Это морозостойкая, крупная. Это вам еще не повезло, она еще мелкая кажется. То есть, на руке она вашей крупная, но она до 500 грамм. Вот. А у меня есть фильм, я там стою, держу, у меня ладони не хватило, это, растопыренное, чтобы его обнять. Так вот, это, я его получил под названием golden delicious. Вот, красота. Вот, он, вот, golden. Вот, у него особая краска, у него приплюснутая форма. И уж я-то свои детей знаю. Вот, но... А приезжает к Курдюму и говорит, Валерий Константинович, а вот это не golden. Ну, я полез тогда уже в литературу. Да, не golden. Что делать? Назвал его golden клоун Шелезов. Ну, не знаю я. Вот кто-нибудь... Вот знаете, как получилось? Мне всего два раза в жизни ученые поправляли. Извините, ребята, что я так долго говорю, но я не могу, короче. Один раз меня поправил сам Александр Новосельевич Сычев. Это суперспециалист из ученых, который я уважаю больше всех, как специалиста по косточковой культуре. По косточковой. Вот. И он мне поправил, когда я не... Не я, а человек, которого очень уважаю уже, покойный Чижик Николай Иванович, сказал, что он выписал из Россоши, а Россоши это Сычев. Вот. И слива, а у него были отдельные плоды, 100 грамм громадная такая. И вот он сказал, что это Евразия 21, а Сычев мне уже написал письмо и поправил, что житель не зашел до меня, до Николая Ивановича, у Александра Ивановича, он никогда не... Наверняка ни разу больше не отзывался. Обменялись ему статьями в газете, ну типа дискуссии, и все. Так вот он меня поправил, сказал, а это... Это Сомни в Разе 21. А это Сувенир Востока. Один раз поправил. Один раз поправил меня Роман Исаев. Он тогда был зав. отделом в институте, в Учительном Вичуринском. Не, не помню, как он. Вот. А это все-таки династия Исаевых, это ООО. Вот он меня поправил с несколькими грушами. Он дал правильное название, потому что... Ну я напишу, груша незнакомка. Хоть ты ее расцепились лбом, она вкуснючая. А он пишет, что это какая-то груша. И так далее. А вот теперь я прошу, пожалуйста, ну ребята, ну хоть один из вас специалист, ну найдитесь. Вес 400-500 грамм. Шутце таке. Вот. Так что, Антон Валерьевич, извините, это бывший голден-дальдерс. Некоторые планы настолько розовые, что он оправдывает название голден. Золотое. Некоторые. Это ваша еще фотография не самая красивая. Чего я когда-то познакомился с Иерусатом. Так, все, поехали дальше. Не единственный сыр. Но приятно свое, это, увидеть, что... Антон Валерьевич, вы превращаетесь в волшебника. А, Антон, я теперь вас уважаю, буду не как крутого, как это назвать, компьютерщика. А еще это. Вот. Все, поздравляю. Не, неужели правда? Вырастили все. Молча. И ни слова. Так, Валентина, шестеренка в нижнем правом углу строка... А, но это касается техники. Повторите признаки культурности по росту, листу и другие. Так, тут, наверное, где-то надо читать выше. Повторите, пожалуйста, признаки культурности по росту, листу и другие, между сенцами. Так, какими сенцами речь идет? Если абрикосами, их различал по культурности, даже в статье писал этот самый наш великий Байкалов. А по росту, листу, если говорить про разные виды... Ну вот, понимаете, рост взять, допустим, внутри вида, груши, разные могут быть. Абрикосы, они, в принципе, чем дичее, тем рослее, так можно сказать. Вот, если для вас это признак. Так. Так, 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 так. А, тут могут... Тут... Я запутал, где-то шли мы снизу. Итак, еще раз. Это очень-очень сложный вопрос, учитывая очень... Такая... Не совсем точная вопрос, так скажем. Вот, абрикосы, чем, как бы, чем манжурчее, вот так я скажу, тем мощнее, тем рослее. Ну, естественно, тем менее сладкие. Вот. Если говорить про сенцы, да? А, например, если говорить про вишни, я уже говорил. Что такое степная вишня? Ну, прижимается к земле. За миллионы лет получился отдельный вид. Так? Кустарниковая вишня. А где-то вишня штамбовая совершенно другого... Совершенно другая. Хотя и та вишня, и та вишня. Ну, давайте следующий вопрос. По листу абрикосы, Байкалов делил по листу, по этим самым, как он называется, ну вот, такой в виде пилы у нее, зазубринки, да, крупнее, мельче. У меня все поперепуталось так, что, может быть, всего лишь 15 грамм плоды, а лист огромный, такой, как у самого культурного абрикоса. Все запуталось, черт. Больше я отказываюсь саморазвечать. И когда мне присылают фотографии, говорят, а вот видите, вот твой ваше сенец, а посмотрите, какой огромный лист. Наверное, что-то вырастет крупное. Я говорю, не верю. Не, не, не так. Не знаю. Оставьте меня в покое. Вот, че выросло, то выросло. Вот. Вот. Вырастет, то сало будем пробовать. Так. Я, наверное, пропустила важное. Пока не закончится дачный сезон, мне не удается вернуться давно рано. Скажите, как выступала Елена Савинич? Савинич, правильно. Через ги. Мичуринские впечатления, отклики. Я тоже хочу. Я жду, когда она сюда, наверное, приедет, тогда все. В прошлый раз приехала, как тысячу фотографий выложила. Ой, потом тяжко мне было. Все это. Даже просто просмотреть было тяжко. Я жду, когда она сюда ко мне приедет. Вот. Она же здесь участок купила, не просто так. Это вам не хухры-мухры. Я и говорил, добиться авторитета, это значит чиститься в Мичуринском институте на должности там научного сотрудника, да. Тем более, что у нее позади бакалавриат, блять, матерится охота от этих слов. Бакалавриат, вот. И ее уже даже приглашали на работу, но чтобы она здесь жила, здесь хозяйчива. Под чутким руководством на первом этапе. А потом уже это самое академия, это самое членководства и прочее. Так, ждем. Пока ждем. Если смысл брать коски более культурных абрикосов, может стоить за этот мажор, чтобы последующий прилик. И не париться. Только, говорят, более надежно. Или лучше поэкспериментировать и сажать разные сета. Ой. Вы знаете, это самое. Здесь получается, однозначно ответа нет. Здесь все так же. С одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, с другой стороны. Да. Если взять... Попробуй ответить, обтекаемый. Ну, не обязательно. Если взять сто косточек. Сына манчжурца. Или даже просто манчжурца, патриарха у меня еще много. И в этом году, что мне удивительно, в те годы, первым делом, в этом году они насмотрели все на каталоге с фотографией сыновей манчжурца. Они тоже меняются. Это уже может и не повториться. Но мы слюни текут. А манчжурец самый скромный. На подвой его надо брать. А в нем сыновья берут, а манчжурца уже не берут. Он до сих пор лежит. По сине тронутый. Ну, это ладно. Это, так сказать, впечатление. Не для протокола. А теперь говорю для протокола. Значит, возьмем сто сыновей манчжурца, которых вы упомнили. Вы, Выборг, Александр. Для меня Выборг, что Сибирь. Вы севернее меня. Кажется. И у меня была по географии пятерка в школе. Выборг, это Ленинград. Ленинград намного севернее. Там белая ночь. У меня юг Сибири. У меня мороза больше. А вот зато севернее. Вот зато леток еще, может быть. Короче, мы его. Ну, то есть, какие-то натяжки можно сравнивать. Теперь так. Если, оказывается, все правда. Если я Вам не наврал. Если в самое холодное и практически ежедневное дожди, лето, ни один не пострадал абрикос, ни один лист не пострадал. Этого не может быть никогда. Но это факт. То получается, что Вы можете брать, дядь, сыновья, манджурца, допустим, 100 штук. Довели до полношения 50. Так. А какие они будут? Они будут, если в манджуре 15-20 грамм, а у Вас получится 25-30. Некоторые, если повезет, у них папа культуры, ну 40. Для Вас полсотни деревьев. Вы сразу становитесь лидером всего, назовем это, северо-запад. Лидером. То есть, сразу полсотни деревьев. Это у него... А Вы посмотрите, Приморье же получило это. Дальний Восток это. Мы с Вами проходили. Видели фотографии? Видели. Сразу сад, который повторяет мой. Но он еще, в основном, не привитый. Это уже сенсация. Ну, уже Дальний Восток-то, уже вернулись на Дальний Восток. Косточки оказались к делу. А какая хрен разница? Извините, уже такие грубые эти слова, грубые выражения. Какая хрен разница? Приморье или Приморье? Этот, господи. При... При... Балтийское. При Балтика. Или Приморье. В чем разница-то? Я не вижу. Там океан, тут океан. Там не замерзает, тут не замерзает. Там мусоны-пассаты, тут пассаты-мусоны. И вот у вас получилось, что если вы взяли моих сыновей манджурцы, вы получили плоды скромные. 30-40 грамм, это максимум. Но некоторые могут быть и 50, и 90. Для этого нужно уже брать не 10 костик, а не 20. 100, 200, 300. Готовы? Теперь вариант с прививкой. Набрали именно манджурцев, как самые надежные, как самые манджурские. Раз он манджурец, патриарх, он самый манджурский из манджурца. Так. Убедили, что все потомки не берут сырость. И приваете на них что? А, а, еще и жердель, жердель, жердель. Это все-таки юг Украины. А у вас климат же не намного холоднее, чем юг Украины. У вас же и гольфстрим. Ну что, дальше продолжаете или хватит? Приваете на них эти самые, берете мои черенки, и у вас роскошнейший сад, если он не сгниет. Ну почему он должен сгнить, когда мой не гниет? Вот это вопрос. То есть, получается, хотите, помните мою статью, синица в руках, привили манджурцы, снаряд манджурцы, ой, посадили. Хотите иметь журавля в небо, будет второй вариант, крупными косточки посадили, пока не есть, ждете. Там будет, может быть, что-то, ну что, выборги, замерзать-то, смысла нет. Не замерзнуть. Значит, вы можете получить более крупные. А потом, даже не дожидаясь, выражая крупные, привить на мелкие, и наша песня хороша, начинается сначала. Фух. Так. Антон Валерьевич, вы еще живы? Вот. Третий час идет. Так. Китай. Александр Выборг. Пожалуйста, не могу я по-другому объяснять. Если поняли, поняли. Нет, значит, мои диски и вперед. Там подробно остановили. Вернули, посмотрели еще раз. Все это есть на дисках. Китайку сливу по ошибке привил на девчок груш. Ой. Ай. Это вы же волшебник. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Косточкова на семечкова. Вы что, смеете, что ли? Да вас сразу надо это самое, в Мичуринский институт забирать. Не потому, что у вас привыкка получилась. Потому, что у вас будущее большое. Я надеюсь, что вы молод. Я наверняка вас знаю, но я не могу всех помнить. Буквально всех, каждого по письмам. Но это же вообще невероятно. Что, вы не шутите, да? Еще раз читаю. Китай. Сливу по ошибке приема ничего хорошего. Ну, что, поздравляю будущего академика. Когда-нибудь, лет через 30, вы, это самое, на своей лекции приведете, например, что был такой Железов, такой же под Симмонхаузем. А я взял и из него переплюнул. Ха-ха, здорово. Ну, что я скажу? Ну, что я скажу? Молодец, все. Так и надо. Да, 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 это самое. Я не говорю, что это правильно. Я не говорю, что вы у этого приверьте из будущего. Вы меня восхищаете. Спасибо, Александр. Члены Мерла, Россия. Садоводы будущих. Мичуринцы. Валерий Константинович. В какой высоты вырастают деревья, привиты на сеянцеву суриской груши, сеянцы сибирки, вероятно, сеянцы ранних. Так, Борис, если мне... Я могу забыть. Может, Антон не забудет. Мне этот вопрос надо перенести. Мне нужно взять... Я могу сказать так. Деревья, привитые на сеянцы усилийского, вырастают мощными, большими, до 80 метров высотой. Сеянцы сибирки, я вам показывал, тоже самое. Сеянцы ранних тоже самое. Но я мог вам еще десяток деревьев показать, в углахнули. Но деревья, привитые на... Груши, привитые на усилийскую грушу, учитывая их качество, совместимость, мощные вырастают. На сеянцах сибирские мощные вырастают, потому что сибирка сама мощное дерево. И сеянцы ранних тоже мощные вырастают. Все, ответил. В принципе, может быть, даже и не переносить на следующие. Другое дело, что я вам эти фотографии уже показывал в десятки раз. Ну что, друзья? Все, два с половиной часа. Что я скажу? Что еще? Мария Сизема. Да чего знакомая фамилия. Скажите, Кусики, абрикус у вас каталог из пози. Хотел бы узнать название. А вот названия, извините, не будет. Почему? Что такое поздний абрикос? Культурные отошли еще месяцем раньше. И было не так много. В общей сложности я собрал от 10 до 20 ветер культурных, учитывая их большие размеры, их там немного. Вот. И они закончатся в течение месяца, можете не сомневаться. Раз. Теперь так. Про именно поздние. Поздние я имел в виду сыновья манджутских абрикосов. И немного, и среди них еще попадаются покрупнее, это эти сеансы амура. Вот. Вот эти два названия. Ну так, 8% сыновей, 20%. И все это идет человек с ведром. Под одним деревом поднял 20 штук, под другим 100 штук, под третьим 30 штук, под четвертым 5 штук. Почему? Потому что дальше их, когда их оставалось мало, позднее, понимаете, что такое позднее. Их уже инициировать было невозможно. Вот. Поэтому позднее у них нет в каталоге. Они для избранных. Кто такие избранные? Вот вы смотрите, вы можете заказать. А в каталоге их нету. Он просто закажет обычные. Обычные это ранние и средние. Те, которые рано созрели и средние. Я имею в виду, повторяю, они не крупные. Это или мои. То есть, наверное, русского абрикоса. И не сказать, что много, но я собрал все-таки. Еще и позднее назвал их Бродского. Они тоже сельских деревьев. А сорти, позднее а сорти. Их нет. Это только вот кто сейчас слышит, то закажет. Вот. Вот я ответил на ваш вопрос. Поэтому никаких идентификаций. То ли он с этого дерева, с того дерева. И где-то с 20-30 деревьев все подряд собиралось. А там, ну что, у них одного полил Королевский, другого Академик, третий Амур, четвертого. Это все каша, перепутано. Вот. Видели мы фильмы свежие. Фотографии видели. Вот. Плоть до 50 грамм попадались даже с этим сеянцем. С сыновей. Вот. Ну, правда, не часто. Чего получилось, то получилось. Все. Благодарю за внимание, друзья. Мария, привет. Что-то вы мне заказывали, как все вспомню. Значит, еще и не остановились. Вот. Друзья мои, до свидания. Антон Валерий, спасибо за терпение. И поздравляю вас. То есть, еще не верю. Да вы что, вы решили меня переплюнуть, что ли? А? Это что такое? Это же, это же, это вообще для, даже для Кемеровской области, которая является соседкой моей широтой почти одной и та же. Это сенсация. Ничего себе. Ну что, Антон Валерьевич, благодарю вас за это долготерпение. Жду от вас ссылку этого вебинара. Я хочу послушать себя, что я там про грибы понаговорил, про науку. Есть такое желание попросить, если меня слышит, еще секунда, Александр Валерьевич Киселев, он делает мои вебинары, как бы не вебинары, а делает кусочками фильма. А, еще знаете что? Особая благодарность, и раз еще не все отключились, тюменской жительнице, громовой Тамаре, она прислала 2000 рублей, сказала, это вам на монтаж фильмов. Это значит, что, эти самые, что еще не все потеряно, это значит, что несколько фильмов, которые я снял в своем саду, будут проплачены, а значит, скоро выйдут. И вы еще походите по моему саду живьем. Потому что фотографии можно не верить. Я их мог надергать с интернета, сами понимаете. А живьем, это живьем. То есть, я в интернете не дергал, меня дергают. Но доказать всем я не могу, заткнуть рот всем я не могу. Несколько человек ненавидит меня страшной злобой. Ну все, друзья. Антон Валерьевич, я жду от вас ссылку. Я попрошу Александра Валерьевича сделать, вырезать этот кусочек, там, где я наехал на науку. Я его потом отправлю, сами знаете, куда. Медведев, он же попечнительский совет. Пусть знает, чем занимаются его эти, так сказать, опекуны. Опекаемые. Ну и им тоже вышли прямо в университет. Пусть знают, чем занимаются. Может быть, директор института, знаете, как у нас принято? Это, когда-то знамятое выражение было. Негоже лилием прясть. Кто умный, тот поймет, о чем речь идет. Не кто умный, а кто, это не то слово. Умных среди, дураков среди нас нет. Все умные. Вот. Это тем, кто начитанный. Вот. Кто дрёна читал. У нее есть книга, называется Негоже лилием прясть. Так вот, директора института понятия не имеют. По своей основной профессии они как-то случайно там оказываются. Чем занимаются их подчиненные. Вот. Вы поняли намек, да? Все, благодарю за внимание. Жду ссылку. Антон Валяевич. До свидания, друзья. До следующей субботы. Я вам даже половину не рассказал, то, что хотел рассказать. И что? Зима длинная. Договоримся. Пока. Пошел на кухню.